всем привет и добро пожаловать на канал сегодня в этом видео будет мотивация на уборку во всей квартире я поменяю постель в общем про пылесошу везде своим моющим пылесосом ну и приберемся немного на кухне свою уборку я начинаю со спальни я решила поменять постель и тут вы видите я в резиновых перчатках я в общем узнала такой лайфхак чисто случайно просто один раз я не снимала перчатки и заправляла постель так как у меня получается покрывала из синтетического материала она бывало электризовалась и вот если вы в резиновых перчатках заправляете постель то постель ней электризуется то есть вот это покрывало ну и вообще когда вы меняете постель постели RE электризуется вот кто не любит когда постели электризуется бьет так током да то вот вам лайфхак посмотрим попробуйте взять резиновые перчатки одеть и заправить постель в них ну и просто я купила резиновые перчатки на размер меньше и они очень туго снимались поэтому принципе перчатки новые унитазы всякие я ими не мыла а вот только чистая на кухне прибиралась ну и постель заправляла в общем следующая комната это кухня на кухне у меня всегда бардак ну отчасти всегда потому что там в основном постоянно скапливается вот это вот вся посуда которую нужно загружать посудомойку так как я сразу не загружаю всю посуду в посудомойку по мере ее накопления а скапливаю ее на столешнице или же в раковине поэтому у меня всегда вот такой завал посуды на кухне но я быстро справляюсь с этим просто в какой-то момент когда понимаю что посуда уже слишком много накопилось я просто ее всю складываю в посудомоечную машину включаю и она у меня сразу моется то есть я ее не коплю в посудомоечной машине мне это не нравится так как посудомоечной машине за день если скапливать там посуду появляется неприятный запах только из лишь из-за этого еще я решила все-таки помыть фасады хоть и белые фасады кстати частенько спрашивают как загрязняются фасады на кухне именно белого цвета у нас они матовые белого цвета и принципе загрязняется наверное все фасады смотря можно сказать обратить какое через какой промежуток времени вы моете эти фасады если вы будете протирать или мы до их в течение допустим ну один раз в неделю хотя бы то в принципе загрязнение практически будет не видно ну а какие-то потеки какие-то ляпы грязными руками конечно же все это видно и допустим вот если как я запустить и не мыть долгое время я не знаю месяц наверное я не мыла кухонный гарнитур и конечно же там было очень сильно заметно что кухонный гарнитур такой грязноватый но наконец-то в руки у меня дошли с помощью сани то гель очень все легко отмылась мне понравилось я вообще мне подписчица порекомендовал спасибо ей огромное сани то спрей когда-то от жира да и его до сих пор я им пользуюсь очень довольна благодарна вам очень за ваши советы и если у вас есть еще какие-либо советы по поводу уборки к поводу каких-то либо средств обязательно пишите я конечно же всем этим буду пользоваться пробовать и буду вам очень благодарна следующая уборка у меня была в калидоре в прихожей там у меня в принципе более менее было чистенько я просто прошлась пылесосом убрала кое-какие вещи дальше по списку у меня идет зал тут вы видите что я до сих пор не повесила не тюль не шторы нет у меня желание пока что вешать не не тюль не шторы шторы вообще я убрала не хочу их вешать потому что мне не нравится как они сверху висят тюль тоже нужно будет еще раз простирать и повесить под тяжестью своего веса она выпрямится потому что когда ее постирала я ее сразу из машинки не вытащила и она такая прям сильно помятая можно конечно отпаривать или мы ее отгладить но я хочу ее еще раз простирнуть в общем и потом повесить и по факту уже посмотреть если надо будет тогда буду уже отпаривать или мы ее отглаживать пока что я ее просто убрала в диван диван у нас тоже большой а кстати сейчас цены посмотрела на диваны метр на метр диванчик угловой 300 тысяч тенге стоит это очень дорого и вот этот большой диван мы за 300 тысяч покупали какая разница в ценах у нас диван три с половиной метра кстати также я протерла можно сказать своим моющим пылесосом везде не только пыль я собрала но сделал влажную уборочку туалет ванну и детскую комнату там тоже принципе ничего такого убирать не нужно было только пройтись пылесосом на этом моя уборочка закончилась всем огромное спасибо за просмотр обязательно ставьте свои пальчики вверх пишите комментарии и подписывайтесь на канал кто еще не подписался а и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok